Нашумевший закон об образовании в центре внимания европейских парламентариев. В Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ и на рассмотрение вынесли украинскую реформу. Кроме того, украинский нардеп Елена Сотник возглавила юридический комитет парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями Ирина Иванова. Очередную рабочую неделю ПАСЕ открыл вице-президент Роджер Гейл. Британец временно занял рабочее место Педро Аграмунта, который стал фигурантом громкого скандала. Вместе с депутатами Российской Госдумы он летал в Сирию на самолете Российского именобороны. Депутаты еще с весны пытались сместить его с должности, но в прошлую пятницу он сам объявил о своей отставке. Педро Аграмунт слишком поздно ушел в отставку и не по парламентской процедуре, как мы рассчитывали. Мы изберем нового президента на ближайшие месяцы, а в январе на следующие два года. И тогда нам предстоит вместе с союзниками реформировать эту институцию. На место Аграмунта претендуют двое. Литовец Эммануэлис Зингерис и киприот Костелло Кариакидис. Украинская делегация в большинстве за кандидатуру Зингериса, которая является другом Украины на геополитической арене, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность. Из-за еще одного украинского вопроса депутатам пришлось перекрыть повестку сессии. Сегодня утром Бюро ПАСЕ рекомендовало Ассамблеи рассмотреть украинский закон об образовании, в частности его языковую статью, которая вызвала неоднозначную реакцию наших ближайших соседей. С предложением вынести на обсуждение украинский закон выступили сразу несколько парламентариев, в частности глава румынской делегации Китус Карляцян. Бюро ПАСЕ приняло решение вынести этот вопрос на дебаты, поскольку Украина идет против европейских свобод и действует против собственных интересов. Несмотря на заявление украинских представителей о политизации этого вопроса, 134 депутата поддержали предложение Бюро. Изыковую статью украинского закона об образовании рассмотрят в первую очередь в четверг. Закон действительно вызывает очень серьезные опасения со стороны наших европейских коллег, потому что нарушает права национальных меньшинств в Украине. Сейчас буквально закончилось заседание комитета по культуре. Докладчик по Украине был выбран. Это господин Херкель, это представитель эстонской делегации. Я думаю, что его доклад будет объективным и взвешенным. Я лично письмом обратилась к главе мониторингового комитета с просьбой рассмотреть вопрос закона об образовании на комитете и принять решение направить его в Венецианскую комиссию. Еще раз Украина окажется в центре внимания в среду, когда в ПАСЕ с визитом приедет президент Петр Порошенко. Его выступление запланировано в полдень по местному времени. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.